Я втослестор четвёртого разряда. А дружок мой охранник в ночном клубе. Как-то говорит, если хочешь хорошие бабки срубить, поехали со мной. У нас, говорит, в элитном дамском клубе стриптизёр за ним мог. Открытый вывих левого бедра. Надо подменить. Приезжаем. Хозяйка спрашивает, вы кто? Я говорю, стриптизёр-автомеханик. Зовут Степан. Она говорит, отлично, Стёпа. Дамы уже собрались, ждут с нетерпением. У нас сегодня корпоративная вечеринка. В зале лучшая половина человечества — тёщи. Нужно их довести до иступления. Я говорю, ну как же мне их до иступления доводить? Она говорит, очень просто. Сначала разденьтесь, ведите себя понаглее, а потом просто исполняйте их капризы и просьбы. Я говорю, если будут просить запчастей, не дам. И тут она выталкивает меня на сцену, как был из гаража. В уфайке, в ватных штанах и в сапогах. А в акциях в зале продолжалась минут пять. Я присмотрелся, самих тёщ не видно. Только глаза из сумрака горят, как у урдалаков. Слышу, хозяйка кричит, пора раздеваться. Ну я фуфаючку снял и кручу над собой. Слышу, тёщи кричат, нам кидать. Ну я и запустил её в зал. Одна поймала, её тут же унесли. В карманах были пассатижи. Болты, гайки, лом, кувалда и три домкрата. У Тамерлана доспехи вместе с лошадью легче моей фуфайки. Когда я, пытаясь снять штаны, начал откручивать проволоку на ширинку. В зале послышались крики «Браво!» и «Громогласно!» и «Ура!» А когда остался в одних семейных трусах, тёщи аж захрюкали. Сколько дома не раздевался, ничего подобного не было. А тут такой успех. Слышу, кричат, «Танец давай!» Я исполнял танец любви яблочков присядки. Слышу, хозяйка, дура, кричит, «Белый танец!» Дамы приглашают кавалеров. Но они на меня всем табуном. Чувствую, могут затоптать. Я сапогом замахнулся и кричу, «Назад сам подойду!» И пошёл между столиками вульгарной походкой, сбивая бёдрами коктейли со стола. Тут слышу, кто-то сзади обнял меня мёртвой хваткой. Я тоже думал руками, «Пюс там!» Сомкнулся на шее, как спасательный жилет. Еле выскользнул, спасибо солидолу. Я им до этого обмазался, чтобы блестеть, как все стриптизёры. И тут в мои трусы упала первая купюра. Неожиданно и щекотно. Мне понравилось. Через минуту я уже сам оттягиваю резинку для подношения. Прекратил я это безобразие после того, как одна старуха полезла туда за сдачей. Хотя я точно помню, что сыпала мелочь. Слышу, хозяйка кричит, «Стёпа, шеф!» Смотрю, действительно, шеф стоит. Лёгким движением руки я сделал из семейных трусов стринги и полез на эту трубу, как электрик, на стол. Оказалось, это был ржавый водопровод в стекловатии, ждавший ремонта с прошлого века. Поэтому тут же и лопнул. В трусы ударил горячий пар. Пар был такой горячий, что глаза на лоб вылезли даже на 100-долларовой купюре, что лежало у меня в трусах. Короче, в больницу я попал с ожогом 14-й степени абсолютно всех конечных. Когда очухался, понял, что деньги свои я отработал сполна. Но мужской стриптиз в тех пор на дух не переносил. Хотя, когда приглашает, иду, превозмагая страх. Потому что настоящий мужчина должен делать всё, что хочет от него женщина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова